Далеко не случайно открывающий весну праздник, Международный женский день, играет особую роль для всех жителей нашей страны. Это праздник женщин светлый и солнечный, это время искренних подарков и самых добрых слов. И как только первые листки облетят с весеннего календаря, как все мы с радостью начинаем готовиться к встрече всенародным праздником прекрасной половины человечества. В преддверии замечательного праздника 8 марта на торжественный прием главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены женщины со всего района, ветераны труда и руководители предприятий, учителя и врачи, строители и военнослужащие, бухгалтеры, научные сотрудники, социальные работники, активные общественницы. Все они пришли в районную администрацию на прием в честь Международного женского дня. Конечно же хочется пожелать всем мира, добра, любви, радости, благополучия, исполнения всех ваших желаний. Если говорить о том, что жизнь на месте не стоит, движется, вот момент какой, я просто думаю, который нас очень сильно связывает, вот даже говорить о мужчинах, потому что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая, любящая женщина. Спасибо вам за то, что вы успеваете и нами где-то заниматься, и на работу ходить. Есть женщины-президенты, есть женщины-руководители, есть женщины-домохозяйки, есть женщины-музыканты, учителя, врачи, поэтому мы вас любим в любой профессии. И, конечно же, настроение этого замечательного предпраздничного мероприятия – самое доброе и теплое. Было рассказано о каждой из приглашенных. Они сочетают успешную профессиональную деятельность с общественной работой, счастливы в семейной жизни, воспитывают детей и внуков. Каждая из них достойна как искренних слов и поздравлений, так и песен. Славянские артисты исполнили для всех собравшихся прекрасные песни. В них говорилось о весне, любви и о женщинах, которые неотделимы от этого светлого чувства. Затем состоялось награждение. Благодарственные письма за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-экономическое развитие Славянского района и в честь Международного женского дня и памятные подарки вручены всем приглашенным. О каждой из награжденных можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. Для них было очень приятно стать участницами торжественного приема. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Романа Ивановича за то, что предоставил такую возможность сегодня быть, присутствовать среди самых-самых, самых прекрасных женщин нашего района. 8 марта для меня в первую очередь это праздник мамы. Наверное, накладывает отпечаток то, что я работаю в детском саду, поэтому праздник мамы, праздник весны и хочется пожелать всем мамам здоровья, добра, любви, всего самого-самого наилучшего. Женщин сейчас в армии очень много, как говорится, больше. Мы занимаем места, занимаем, как говорится, забираем у мужчин хлеб, может быть, такой армейский. В армию я попала, наверное, можно сказать, с молодой, еще молодая была. Ничего страшного там нет. Все женщины, как говорится, все женщины. И все мы можем и управлять автомобилями, и шить, и готовить, и стирать, и детей нянчить, и самолетами управлять, и судами, и пароходами. То есть женщина универсальная такая, человек, она может заменить все и всех, но ее не сможет заменить никто. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес женщин города и района. Пусть прекрасное праздничное настроение ни на минуту не покидает их, и во всех делах им неизменно сопутствует удача. Андрей Вишневский, Игорь Иванчуков, Константин Монастыренко, программа «События». Игорь Вишневский, 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 Игорь Виш